всем привет мои дорогие напоминаю вам что вы находитесь на канале елена ермакова и елена ермакова это я тем кто меня не знает хочу представиться я инженер химик технолог получила образование в советском союзе качественное образование организовала ни одно от и к который сейчас успешно работают на других предприятиях производственник с большим стажем сейчас это называется эксперт руководитель эксперт и поэтому очень мне не нравится когда нас наши производители начинают обманывать как потребителей поэтому иногда или даже очень часто я вам показываю какие бывают браки и так производственники хотят сделать увеличить прибыль за счет покупателя это один вот такой вот мой проект там где называется проверяем качество и следующий проект это я начинающий журналист хочу стать журналистом то есть вот мое будет второе образование это журналист я вам рассказываю новости я вам рассказываю делюсь своими рецептами так как раньше мы очень часто любили делиться рецептами поэтому делюсь рецептами и провожу экскурсии по моему родному городу где я и проживаю это по днепропетровску поднимаю полностью все жизненные вопросы друзья поэтому подписывайтесь на меня будем дружить буду проводить вам экскурсии пишите мне пишите спрашивайте и заходите на мой канал будем дружить друзья мои друзья на нашем газоне появились грибы шампиньоны вот сейчас вам покажу это наш газончик это кутузь наш пасется а это шампиньон 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 видим да я обычно бы выкручиваю и смотрю шампиньон 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 но следующий махонький махонький а паспиньон но Что грибы будут, несмотря на то, что холод такой сейчас. Ну, прекрасный шампиньончик, молодой такой. В лес можно идти. Но шампиньоны в основном любят расти не в лесу даже, на новых полянках, там, где вспахано на зиму. Вот таких вот. Еще они любят там, где сбрасывают люди гной. Поэтому именно у нас их называют гнойняки. То есть они растут на гноевых ямах, там, где такая вот почва гнойная. Поэтому здесь, сюда мы бросали, мы берем только натуральные удобрения. Может быть, поэтому они и начали. Ну, и, конечно, Дашка у нас ходит сюда в туалет. Мы все равно, мы убираем постоянно. Может быть, и поэтому. И еще я принесла очень много, сюда выбросила компоста. Может быть, и поэтому. Бетховен, такса жесткошерстная. 14 лет. Наверх сбирается, вниз не может. Он уже не слышит, не видит. Но еще боец. А вот это вниз. Просится, лает, чтобы его взяли на руки. Ушки мы капаем полидексой. Потому что не слышит. И был отит. А глаза мы капаем тауфоном. Там уже побеглили зрачки, поэтому не видит. Также хотела рассказать о том, кому это интересно. Кишечник плохой у него уже. Поэтому мы ему обязательно даем йогурт. Даем ему карди-шор. И даем нейронорму. Потерялась ориентация. Это наши любимцы. Поэтому за ними надо смотреть. 14 лет он прожил с нами. И надеемся, что еще будет радовать нас долго. Эта собака очень ревнивая. И он любит, чтобы только хозяин был с ним рядом. Этому нашу другу. Это наш Бетховен. Ему уже 14 лет. Пошел 15-й. Это такса. Такса. Жестко-шерстная. Раньше я даже смотрела. У него полностью все. Все везде сходится. Даже вот здесь. Бетховен, покажи. Я не буду. Моя маленькая собака. Но главное, что он действительно... Это действительно та собака, как пишут о ней. Значит, таксы. Они очень ревнивые собачки. Они очень любят, чтобы только их любили. Особенно ревнуют к детям. Поэтому, друзья, аккуратно. Вот тут у нас я хочу показать. У нас вот здесь есть треугольничек. Так как и пишут. Должно быть на грудке треугольничек. Породистый или не породистый. Главное, чтобы был хороший. Вот это наш Бетховен. Мы его расчесали. Но он все время запотерывается. И поэтому надо через каждую минутку расчесывать. Потому что уже шерстка, наверное, не та. И он весь седой. Седой. Видите, собачки тоже сидеют. Весь седой. У нас глазки все седые. Покажи. Видите, это наш глазик. Сейчас, 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 Бетховен. Покажу твои реснички. Реснички. У нас седые реснички. Ну, понятно. И со здоровьем тоже не так. Ой. Что с лапкой? С лапкой. Мы уже пьем, так как именно взрослые уже собачки-мальчики. Им надо смотреть. Начинают и сердечные. Мы даем ему кардишор вечером. Вот. У нас немножко что-то с центральной... Ну, есть небольшая опухоль в голове. И поэтому бывают иногда приступы, болезни. Вот это и когда... Ну, вот как в людей бывает, не работает вестибулярный аппарат. Вот так собачки. У них дезориентация. Сейчас он в основном спит. Мы ему даем нейронорм. О, есть, есть, есть. У нас уже за игрушкой не та ориентация. Он не бежит так галопом за игрушкой. Нам сказали, что такие собачки живут в 17 лет. Ну, до 17 лет. Ну, будем надеяться, что он с нас еще порадует своим присутствием. Правда? И вот он такой стал разговорчивый. Бурщливый. Слышите, как он? Это он разговорчивый. Это он разговаривает. Битхуэн. Вот он разговаривает. Да? Ты рассказываешь? Когда спит, он храпит. Ну, начали давать нейронорм. Он храпеть перестал. Все-таки храп, он идет где-то от нервной системы. С кишечником у нас тоже непорядок. Поэтому мы пьем мизин. И тогда легче. Мы пьем энтеросгель каждый вечер. Вот животик погладим. Погладим животик. Любим, когда гладят. Любят, любят. Нравится. Такой красавец. Красавец такой у нас есть. Дедушка старенький. Все, надоело я ему. Сказал, будет спать. Ну, молодое поколение, конечно, смотрит. Смотрит вперед. Да? Ктуся. Ктусь. Ктуська. Привет. Мороженое Бетхоин обожаю. Мороженое домашнее. То, что я вам показывала. Ну, поэтому здесь есть только что у нас. Яйцо. Это мороженое пломбир. Этот рецепт я вам покажу. Яйцо, масло, молоко. Домашнее мороженое. Забрал.